Вы заметили двух новых боссов в третьем эпизоде второго сезона Хроник Рыжего? Надеюсь, что так, потому что это большой и жирный спойлер от команды БСГ в отношении предстоящего контента. Всем привет, вы на канале Мистер Сойер, и это разбор всей информации, которую мы имеем на данный момент про двух новых боссов, которые должны появиться в игре в ближайшее время. До этого единственным упоминанием боссов локации улицы Таркова были слова Никиты Буянова на одном из подкастов Тарков ТВ Лайф. Он сказал, что боссов будет два, и один из них будет обитать в районе автосалона Лексус. Также Никита отметил, что он будет вооружен РПД, либо чем-то не менее убойным, и убить его будет в одиночку практически нереально. Подступы к автосалону будут заминированы, свита босса будет использовать станковые гранатометы, а сам босс будет сидеть в глубине автосалона, и добраться до него будет очень и очень сложно. А зовут этого молодого человека Кабан. И вот, в третьем эпизоде второго сезона нам показали сходку боссов в честь дня рождения Калантая. Это второй босс улиц и брат Кабана. О нем мы поговорим подробнее позже, но это уже фактически сюжетная завязка. Конечно, нельзя исключать, что Кабан и Калантай не кровные братья, а как говорится, братья по жизни. Но пока мне лично думается, что они все же два брата, как Кила и Тагила, которые, кстати, на празднике почему-то отсутствовали. Однако вернемся к Кабану. Судя по фразе, которая звучит в самой серии, при появлении Кабана... Опять аккумулятор сняли, свечи залили. Можно предположить, что он либо является владельцем автосалона Lexus на улицах, либо захватил его при начале конфликта. Есть вероятность, что он промышлял кражей авто, либо был владельцем автосервиса, либо разборки. В общем, его привязка именно к автосалону не случайна. Также на то, что именно Кабан будет вооружен тяжелым пулеметом, намекает его разгрузочный жилет с подсумками для ношения коробок для боеприпасов. Я думаю, игрокам должно было быть понятно, что Глухарь и Кила, которые сейчас появляются на локации улицы Таркова, это временное явление. То появление оригинальных боссов локации. Как только там появится Кабан, Глухарь и Кила должны будут с локацией пропасть. Открытым остается вопрос, почему на празднике у Калантая, о котором мы говорили ранее, отсутствует Кила, Тагила и Штурман. Рискну предположить, что отношение группировки боссов, имеется в виду Глухарь, Решала, Санитар, Кабан и Калантай в отношении Кила и Тагила резко негативное. Либо в будущем нас ждет интересное развитие сюжета в этом направлении. И менее интересным персонажем в третьем эпизоде является организатор Сарены. Это мужик в клетчатой рубашке, которому как раз и сообщают о бегстве Рыжего и Дениса. Он отдает приказ поймать их и пустить в расход. Это опять же первое появление организатора в медиапространстве. До этого мы слышали только его голос. Кто он? Почему он тусуется вместе с боссами Таркова? Непонятно. Рискну предположить, что в будущем с ним можно будет каким-то образом взаимодействовать. Но на данный момент информации о нем пока нет никакой. Что ж, теперь поговорим про самого виновника торжества, Калантая. На данный момент непонятно, это фамилия или кличка. Но нам известно, что Калантай бывший сотрудник вне ведомственной охраны МВД. Это подтверждает шеврон у него на плитоноске. Подтверждение тому, что это все-таки босс и придумывать его начали довольно давно, есть картинка, которую разработчики показывали на одном из подкастов несколько лет назад. Это руки одного из персонажей. А вот руки Калантая в третьем эпизоде Хроник Рыжего. Похоже, не правда ли? Но где будет спавниться новый босс? На данный момент на локации улицы Таркова нет ничего подходящего для места его обитания. Лексус будет занят кабаном. Отель Пайнвуд находится слишком близко, чтобы размещать боссов на таком коротком расстоянии друг от друга. Значит, логично предположить, что Калантай появится в одном из расширений локации улицы Таркова. Разработчики уже показывали нам несколько скриншотов предстоящего расширения. По ним можно понять, в какую примерно сторону будет расширение локации. Взглянув на скриншоты, можно предположить, что расширение будет в несколько разных сторон. В сторону улицы Климова, так как на некоторых скриншотах виден торговый дом Климова, также есть скриншоты школы. А школа находится за блокпостом на Змеевском. Видны здания, похожие на Конкордию, но нет ничего похожего на полицейский участок. А он ведь на улицах должен быть. Почему именно участок? Ну, как будто бы логично, что если Калантай работал в МВД, какое еще ему здание занять? Ведь подобные здания строятся достаточно продуманно. Запасные выходы, подвалы, ограждения, достаточно удобная точка для установки огневых позиций и охраны периметра. В общем, моя ставка на то, что Калантай будет обитать примерно в таком месте. Но проблема в том, что, скорее всего, он появится не скоро. А значит, Кабан, это и есть тот самый первый босс улиц Старкова, который появится в ближайшем расширении. А вот когда будет это расширение, тут мы обращаемся к Руадмапу, который нам публиковали разработчики. Первый патч 0.13.05 вышел две недели назад, 26 мая 2023 года. Мое мнение, что в текущем месяце, то бишь в июне, либо в начале июля, должен быть следующий этап, переход на новую версию Юнити. Соответственно, где-то там же в июле должен быть и технический патч. И ближе к августу, возможно, к его середине, либо к концу, будет патч 0.14 с расширением локации, добавлением новых механик, БТРа, сошек, нового босса, ну и, естественно, вайпа. Конечно, все то, что я вам сейчас сказал, это всего лишь мои догадки. Я могу как оказаться прав, так и не прав. Но мне будет интересно почитать ваши комментарии по поводу того, что на эту тему думаете вы. Спасибо за просмотр. С вами был мистер Сойер и до встречи с вами в следующих видео.